Всем привет! С вами Елена Вивас из солнечной Аргентины. И как нетрудно догадаться по моей одежде, я путешествую по самому теплому, по самому жаркому региону Аргентины. Я нахожусь в провинции Миссионес. Июнь месяц, и даже сюда добрался ветер с Антарктиды. И вот я привезла этот холод из Буэнос-Айреса в этот самый теплый регион Аргентины. Сегодня я путешествую в городок Сан-Игна-Сио. Это то место, откуда начиналась история иезуитских миссий на территории Аргентины. Тех самых иезуитов, которые были основными архитекторами в Буэнос-Айрес. Иезуиты были основными псами Ватикана, которые несли веру к Христову на территории всего южноамериканского континента и строили миссии. История иезуитов мне интересна была давно, поскольку основатель иезуитского ордена Игнасио Лайола родом из страны Басков. И целый год я проживала рядом с тем домом, в котором он родился. И на моем канале вы можете найти видео, которое так называется «Баски Ватикан», поскольку вокруг дома, в котором родился Иерус Игнасио Лайола, построен огромнейший комплекс церковь и так далее. Много различных строений. И заходите в мои плейлисты, смотрите плейлисты по Испании, там это все можете найти. А мы идем и гулять по Сан-Игнасио городку, который и назван в честь святого Игнасио Лайола, основателя ордена иезуитов. И, кстати, вот здесь сразу на входе в этот городок, вот это у меня за спиной, это церковь адвентистов седьмого дня. Так что всякие разные ордены по-прежнему осаждают Аргентину и непосредственно этот городок. Итак, идемте гулять в этот холодный день. Надеюсь, я не околею. И самое интересное мы успеем с вами сегодня посмотреть. Город Сан-Игнасио находится в провинции Миссионес на крайнем северо-востоке Аргентины всего в трех часах езды от знаменитых водопадов Игуасу и в одном часе езды от столицы провинции города Пасадос. Сан-Игнасио находится практически на параллели тропик Козерога, не достигая его всего 1 градус. Это зона тропического климата и это видно сразу на каждом шагу, гуляя по этому небольшому, но очень красивому городу, в котором проживает чуть больше 7000 человек. Посмотрите, какие здесь аккуратные домики в окружении тропической растительности. Очень чисто, широкие тротуары и улицы. А это зреют апельсины, которые падают с дерева. И вот смотрите, прям целые ковры из опавших апельсин на тротуарах. Продолжая дальше прогулку по городку, тут же наткнулась на магазин, в котором можно купить абсолютно все для вашего дома. Кстати, посмотрите, какой красивой плиткой окружен этот магазин, какая чистота. Все сверкает и блестит. С первых шагов по этому городу он вас влюбляет в себя своей идиллической картинкой деревенской жизни в аргентинской сельве. Посмотрите, сколько красивых тропических растений. И снова ковер из опавших апельсинов, которые даже никто не собирает. И неизвестные мне тропические цветы, больше похожие на птиц. И, кстати, очень много вот таких вот ярких, красивых заборов в тех же красках, в которых и сама сельва, сама природа. И тут же я нашла свою любимую камелию. Как же Лена без камели? Лена без нее жить не может. Здесь есть абсолютно все. И какая эстетика. Посмотрите, тротуар в обычной глубинке, в деревне. И как все здесь чисто и красиво. Давайте еще заглянем через забор. Что выращивают в домах в тропической зоне Аргентины? Палисадники, тропические фрукты, экзотические растения. Все как и положено у бабушки в аргентинской деревне. Чем живет этот городок сегодня? Да кто чем может. Вот, например, в этом домике проводятся различные мероприятия для детей. А здесь мы видим огромный трактор для обработки огородов, небольшой киоск для местных жителей. И так на каждом шагу постоянно встречается что-то интересное. На чем держится экономика этого небольшого городка в аргентинских джунглях? Это прежде всего выращивание и переработка ербоматы, традиционного напитка, который пьют по всей Аргентине от мала до велика. А также жители выращивают на своих огородах сезонные овощи и фрукты, как для собственного потребления, так же и продают плоды своих трудов на ярмарках. Это прежде всего различные бобовые, кукуруза, маниока, сахарный тростник, овощи, дыни, арбузы, апельсины, лимоны и тропические папайя и помело. На фермах выращивают коров, которые, кстати, в отличие от зоны вокруг Буэнос-Айреса, где я наблюдаю, коровы пасутся на сухой траве, то когда путешествуешь в этой зоне, видишь на какой сочной и зеленой травке выращивают здесь коров. Естественно, что вкус мяса у него будет абсолютно другой, более изысканный. Еще одна из составляющих основ экономики – это сосновые плантации, с которых древесина направляется на заводы по переработке целлюлозы и на многочисленные лесопилки. Большой процент населения составляют муниципальные, провинциальные или национальные государственные служащие. Коммерческая деятельность вращается вокруг нескольких супермаркетов, розничных магазинов и ремесленных лавок. Сан-Игнасио – это еще прежде всего и туристический город, в котором находится объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому здесь есть все необходимое для туристов – отели, рестораны, бары и сувенирные лавки. Ни один турист без сувенира отсюда уехать не может, в том числе и я. Посмотрите, как здесь все аккуратно, чисто, красиво, и повсюду необыкновенная тропическая зелень. Все цветет и благоухает даже зимой, ведь июнь месяц – это зима в Аргентине. Гуляя по городу, я добрела до его современного центра, где находится церковь, посвященная, конечно же, святому Игнасию Лайола. Если говорить не о поселениях иезуитов, а именно о современном городе, то он возник не так давно. Годом его основания является 1877 год. Сами миссии, в которые я сейчас и иду, были разграблены и сожжены в 1817 году парагвайскими войсками в общем контексте анархии хаоса, царившего в стране. До 1870-х годов эта территория стояла заброшенной, и только с окончанием войны Троиственного Союза здесь вновь начинаются градостроительные работы. Так что, несмотря на 400-летнюю историю освоения этих мест европейцами, самому городу меньше 150 лет. А этот автобус, дом на колесах, все свое вожу с собой, очень по-аргентински. Здесь же, на центральной площади, расположен дом-музей румынского эмигранта Мигеля Надожди, который прибыл в Аргентину со своим ремеслом портного, а также в его багаже были книги по истории и астрологии, и некоторые исторические артефакты. История иезуитских миссий его так увлекла, что свой собственный дом, помимо того, что в нем была мастерская по пошиву одежды, он также еще превратил в музей своих археологических исследований. Небольшая панорама 360 градусов центральной площади городка, маленького городка Сан-Эганасио, и посмотрите, что мы здесь находим. Казино. И все это в окружении тропических деревьев. Это, чтобы было понятнее, размер листочка на дереве, на котором растут вот такие вот непонятные мне фрукты, похожие на инжир, но по листу это явно не инжир. Кто знает, что за растение, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а мы с вами продолжаем гулять по улочкам городка Сан-Эганасио. Это отель и ресторан. Такой вот комплекс. И тут же напротив новогодняя елка в июне месяце, которая полностью, абсолютно полностью сделана из пластиковых бутылок. Вот такой вот он городской дизайн. На тротуаре такие интересные картинки, чтобы сразу было понятно, где мы находимся. А находимся мы напротив училища, где обучают различным техническим специальностям. Вот такой вот он городской дизайн в самой глубинке Аргентины, в провинции Миссионес. Красивые домики и много-много зелени. Город, в который невозможно не влюбиться. Вот еще один дом на колесах. МОТОХАУС МОТОХАУС несмотря на то что я уже сняла десятки видео красивой аргентине я прекрасная и архитектуре мне по сегодняшний день продолжают писать письма елена как ты могла эмигрировать из европы в такую нищую богу аргентину господа где вы ее видите нищую богу вот я сейчас нахожусь в такой глубинке аргентине что казалось бы более медвежьего угла трудно найти провинция миссионеса она самая дальняя от буэнос-айреса если смотреть на что у нас получается на северо-восток это такая глубинка мне даже сами аргентинцы здесь уже в комментариях на ю тубе писали вот ты туда собралась поехать там такая нищета где нищета причем я не в городе нахожусь я нахожусь в деревне в очень маленькой деревушке смотрите вот я хожу снимаю для вас местные красоты это такая чистота такие красивые дома хорошие машины мне кажется здесь провинции миссионес в процентном соотношении хороших машин намного больше чем в буэнос-айресе да и тут меньше вот я стою на дороге машина очень мало но они есть и я не перестаю удивляться тому как здесь красиво не только природной но и в плане архитектуры красивые дома каждый со своим садом естественно это у всех тропические сады они здесь выращивать своих садах тропические фрукты неведомые мне тропические цветы и я не перестаю наслаждаться местной красотой перестаньте мне писать о том что аргентина это нищая страна нищета она у тех вот travel travel show типа одуванчика там орел и решки которые ищут для вас а что-нибудь трешовое это вы смотрите это вы хаваете поэтому для вас это и снимают я ни у одного из известных миллионников ютуберов не видела чтобы вот они приехали в такую глубинку аргентины за несколько тысяч километров от буэнос-айреса и чтобы вам показывали как хорошо здесь живут люди тишина покой прекрасная погода в течение всего года до сейчас дошел холод из антарктиды на несколько дней но это временное явление посмотрела по прогнозам но буквально дня на три а потом опять вернется тепло и будет зима с 20 градусов 20 25 градусов тепла но это ли не рай для жизни поэтому прекратите мне писать о нищей аргентине аргентина красивая страна и такие вот небольшие городки в глубинке они тоже прекрасны для жизни для тех кто ищет тихую единенную жизнь у кого есть доход извне из аргентины кому не нужны тусовки да даже здесь открыть свой какой-то небольшой отель заняться сельским хозяйством заняться я не знаю открыть какую-нибудь мастерскую по ремонту автомобилево производству мебели и у вас все получится ну а было бы только желание а жизнь здесь тихая спокойно свежий воздух достаточно жизнь дешевая и очень кстати много туризма что советую из какой бы самой дальней глубинки аргентины я бы вам не делала видео о городках городах я всегда говорю что если у вас голова на плечах если у вас есть руки то свой небольшой семейный бизнес вы сможете открыть и развить абсолютно в каждом уголке аргентины и аргентина в таких умельцах она нуждается поэтому не бойтесь экспериментировать не бойтесь искать свое место выезжая за пределы пуэнос-айреса потому что аргентина это не только пуэнос-айрес аргентина огромная страна с огромными возможностями главное захотеть умельцах а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот, наконец, я дошла до главного туристического центра, а в городке Сан-Игнасио здесь уже начинаются руины иезуитских миссий, которые со всех сторон, естественно, окружены сувенирными лавочками. Я не могла удержаться, чтобы не зайти сюда, глаза просто разбегаются от цветов, фактур, все-все-все хочется купить. Основной продукт этого региона – ерба маты. Вот такую яркую толкушечку я себе купила на память, просто не смогла удержаться. Хотя ручки шаловливые мои, как всегда, тянулись скупить половину магазина. Слава Богу, в моем чемодане не так много места. Это только меня и сдержало. Обменявшись хозяйкой этой лавочки новостями о непомерной волне холода, которую местные жители здесь не помнят, я побрела дальше. И сразу же при выходе из магазина нашла еще вот такой вот базарчик, где народные умельцы представляют свой товар. Очень много плетеных изделий, так как много тростника, поэтому и много из него поделок. И также много всякой няшки из коровьей кожи. Прежде всего, это сумки для термосов с горячей водой для заваривания маты. Опять, видите, всякие плетеные бутылки. Здесь же бесплатно можно свой термос заправить горячей водой и отправиться уже непосредственно к руинам иезуитских миссий. Паркинг для туристических автобусов. Наконец-то выглянуло солнышко и совершенно другая картинка. Здесь же перед входом музейную часть, ресторанная зона. Я себе выбрала вот такой вот ресторанчик с эко-дизайном. Видите, все из поддонов переработано для мебели. А светильники вот так оригинально сделаны из фруктовых ящиков. Вот так вот деревянной таре дали вторую жизнь в виде оформления дизайна ресторана. Ну а что я себе взяла на обед? Экзотическое блюдо. Рыбка Паку, которая является двоюродной сестрой Пираньи. Обедать так экзотически. А так растет мой любимый тропический фрукт папайя. Раньше я его просто любила есть, а теперь я еще знаю, как он растет. И это я уже зашла на территорию музейного комплекса иезуитских миссий. На входе туристов встречают тропические сады, чтобы почувствовать ту райскую среду тропиков, куда прибыли иезуиты 400 лет назад. В небольшом музее на входе сохранены некоторые предметы быта, редукции иезуитов для уарони. И рассказывается история освоения этих мест, чтобы немножко погрузиться в эту атмосферу, прежде чем отправиться непосредственно к самим руинам. Дерево с огромнейшими помэла, которые растут непосредственно над пешеходной дорожкой. Если хотя бы один такой фрукт упадет вам на голову, мало точно не покажется. Иезуитам понадобилось столетие, чтобы обосноваться в этом районе. Ничего ведь не строилось за один день. Они стратегически расположили миссии на горизонтальной линии относительно рек Парана и Уругвай. Всего в зоне проживания народа Гуарани было построено 30 редукций. 7 на территории современной Бразилии в штате Риогранде, 15 в Аргентине и 8 в Парагвае. Многие полностью исчезли. И сегодня мы знаем только, где географически они находились. Если бы не иезуиты, то сегодня на этих землях говорили бы по-португальски, так считают аргентинские историки. Сан-Игнасио – это самые впечатляющие и хорошо сохранившиеся руины иезуитских миссий в Аргентине. На этом месте обосновалась миссия ордена, которая помимо того, что была теократической, была еще и военной. Иезуиты преследовали политические и экономические цели. Они возглавили армию Гуарани, которая остановила наступление португальцев на Рио-де-Ла-Плата. Иезуиты не навязывали свою веру силой народу Гуарани. Они убедили их работать на себя и воспользовались тем, что португальцы проводили очень сильную политику экспансии. У португальцев было более 60 тысяч Гуарани в качестве рабов. Поэтому Гуарани и выбирает евангелизацию. С другой стороны, иезуиты прекрасно понимали, что без Гуарани им не остановить наступление португальцев. Стратегические интересы обеих сторон сошлись. Гуарани жаждали земли без зла. И когда миссионеры прибыли со своим посланием, они думали, что нашли свое спасение. Первое, что проповедники сделали, вступив в контакт с местными жителями, это выучили язык Гуарани и начали писать на нем. Затем они начали учить их работать с камнем, деревом и керамикой от восхода до заката, передавая культуру труда. Только так можно объяснить, как им удалось построить 30 миссий такого масштаба. Гуарани были невысокого роста. Они достигали максимум 1,35 м. Были кочевниками и имели небольшую продолжительность жизни до 30 лет. Мужчины практиковали многоженство с единственной целью воспроизводства. Они также были многобожниками. С приходом иезуитов жизнь местного населения сильно усложнилась. Миссионеры сделали их монотеистическими, оседлыми и моногамными. Каждой новой семье, формируемой по этим правилам, в пределах миссии предоставлялось жилье с участка. Все они находились в галереях по периметру сообщества. При строительстве иезуиты умудрились объединить музыку и архитектуру местности с европейским барокко. Так зародился местный стиль, характерный для иезуитских миссий Гуарани. И вот, наконец, я добралась туда, куда я очень давно мечтала попасть. Моему счастью просто нет предела. Я нахожусь на территории руин иезуитских миссий, те, которые здесь строили иезуиты много-много лет назад. В 1608 году иезуиты прибывают в город Буэнос-Айрес и начинают строительство этого города. Но об этом я вам расскажу, когда все-таки соберусь и запишу экскурсию по району Сан-Тельма. Часть иезуитов остается в городе, в будущей столице Аргентины, а часть отправляется на север страны, в джунгли, там, где потеплее. Ведь иезуиты – это баски. Они уже устали от своего холода на севере Испании и искали места потеплее. И вот здесь, на территории нынешних границ Аргентины, Парагвая и Бразилии, они начинают строить в 1609 году свои иезуитские миссии. Это такие, можно сказать, деревни, куда они сгоняют местное коренное население Гуарани. И вот в таких вот закрытых резервациях начинают им навязывать веру Христову. Ну, такие вот колхозы начала 17 века, которые просуществовали в этой зоне вплоть до тех времен, когда иезуиты были изгнаны и из Испании, и со всей Европы. И вообще этот орден был запрещен в конце 18 века. Поэтому и миссии они не смогли дойти до наших времен, так как их строили сами иезуиты, поскольку этот орден, он был вне закона порядка где-то 70 или 80 лет. И даже потом, когда иезуиты снова возвращаются в католическую церковь, эти миссии, они не были реконструированы. Поэтому до наших дней дошли лишь руины до нас. Боже, я вот сижу и даже не знаю, как вам передать то счастье, которое я здесь ощущаю. Но нужно вставать и идти, снимая для вас всю вот эту вот красоту. Строительство каждой миссии начиналось с домов, затем строилась главная площадь и заканчивалось все строительством церкви, самым большим сооружением на территории редукции. За моей спиной оригинальная монограмма Богородицы. У нее есть сердце, которое символизирует страдания Марии, когда ее сын был распят, и корона, которая говорит о ее статусе королевы. На территории редукции также были административные помещения и кладбища, где гораздо позже были обнаружены костные останки, которые невозможно было изучить, потому что они были разъедены красной землей из миссионеса, имеющей высокое содержание оксида железа. Поскольку следов кровли у церкви нет, то по останкам стен сделали вывод, что крыша была двускатная и покрыта широкой черепицей, которую рабочие делали на своих крепких бедрах, используя свои бедра для формировки форм черепицы. Колесо, шкив, лошади и коровы также были основой строительства. В любом случае потребовалось 36 лет, а это два поколения гуарани, чтобы построить церковь в Сан-Игнасио Мини в стиле барокко-гуарани. Для строительства использовалось два типа камня. Один тип – это осадочное образование на берегу реки Парана, где до сих пор можно увидеть места, откуда этот камень вырезали. И второй тип камня – базальтовые образования. На территории миссии также была колокольная башня высотой 15 метров, а у самих миссионеров были свои просторные дома рядом с церковью, в которых были кухня, кладовая, столовая, и доступ в эти дома имели только иезуиты. Гуарани употребляли ербу маты до прихода иезуитов. Они делали напиток в сосуде из тыквы, фильтруя воду губами и зубами. Тогда они использовали что-то вроде тростниковой бомбилья. И хотя испанцы поначалу запретили этот напиток, но вскоре заметили, что он обладает стимулирующими свойствами и изменили свое решение. Напиток маты способствовал продуктивности и, следовательно, экономике миссии, где выращивали кукурузу, манюку и разводили скот. Кроме того, учитывая качество местной древесины и мастерство гуарани в обращении с ней, неудивительно, что миссии вскоре стали крупными экспортерами мебели. Посмотрите, какая великолепная работа по камню. Это и есть тот самый стиль барокко-гуарани. Очень много растительных мотивов. Экономически сильные, но также и религиозные иезуиты стали неудержимыми и слишком могущественными, вплоть до того, что в 1767 году Испания издала указ об изгнании ордена из всех владений короны, опасаясь, что этот полк организованных людей станет независимым. Изгнание, которое позже было подтверждено Ватиканом в 1773 году и, по его указу, орден Иисуса был распущен. В этом районе не осталось иезуитов. Кто бы мог подумать, что два века спустя та же самая организация достигнет вершины католической церкви, а кардинал Хорхе Бергозжо, служивший в Кафедральном соборе Буэнос-Айреса и член Ордена Иезуитов, станет Папой Римским Франциско, первым в истории Папой Иезуитом. Хожу по этим руинам, у меня такое ощущение, как будто я здесь уже была в прошлой жизни. В принципе, я и сейчас проделала абсолютно тот же путь, который и проделали иезуиты, которые родом были из страны Басков. Откуда они отправились сначала в Буэнос-Айрес, а потом из Буэнос-Айреса в эти места, где проживал народ, коренной народ, гора Ани. Также я из страны Басков переехала сначала в Буэнос-Айрес, и вот в своей очередной экспедиции я попадаю в эти места, где иезуиты и строили свои миссии. Я не знаю, вот я хожу, смотрю, то ли я в свое время картинок и фотографий пересмотрела этих мест, а то ли на самом деле в прошлой жизни я была конкистадором, как мне, и говорили абсолютно разные мои астрологи. Чувства какие-то просто... Их нельзя передать словами, это надо прочувствовать. Я здесь точно была в прошлой жизни. Кстати, а вы верите в переселение душ и в то, что все мы проходим несколько жизненных путей? Пишите в комментариях, буду читать. Вековой кактус, которому очень-очень много лет. Даже трудно представить, сколько. Если кто-то из вас знает какие-то официальные данные, пожалуйста, пишите в комментариях, сколько же лет этому кактусу. Я могу сделать вывод только по сравнению с другими кактусами, которые я видела ему однозначно больше двухсот лет. Но надеюсь, что у меня среди зрителей есть знатоки более просвещенные, чем я. Но вернемся к нашим руинам. Руины Сан-Игнасио очень долго оставались неизвестными, так как за период заброшенности они полностью были поглощены джунглями. В начале 20 века их обнаружили золотоискатели, которые и провели в этих местах первые раскопки. Более организованный и централизованный процесс очищения руин от джунглей начался в 1938 году и закончился в 1942, когда полностью удалось очистить от растительности руины церкви. Прошло еще 40 лет, прежде чем руины Сан-Игнасио-Мини были объявлены ЮНЕСКО культурным достоянием человечества в 1984 году. Присвоение этого почетного и вместе с тем защитного титула и мирового признания произошло при участии и присутствии президента аргентинской нации Роберто Ортис вместе с учеными Национального университета Лаплаты. Так джунгли с их несчислимой в то же время агрессивной флорой сыграли на руку истории, потому что они росли и укутывали останки Сан-Игнасио-Мини более 100 лет. Они защищали руины от разграбления португальцами, которые опустошили другие миссии в менее густо залесенных районах. И это облегчило нынешним специалистам много лет спустя в исследовании констектуализации и анализе этих жизненно важных для истории человечества руин. Еще одно растение папайи, которое цветет невероятным по своей красоте цветком и, кстати, аромат у него распространяется очень далеко. Часть руин не так тщательно очистили от джунглей, чтобы оставить для посетителей пример, как джунгли могут быстро поглощать каменные строения. КОНЕЦ 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 На этом моя экскурсия по городку Сан-Игнасио и его иезуитским миссиям подошла к концу. Не забывайте подписаться на мой канал и жду вас в моих авторских турах по Аргентине и Южной Америке. С вами была ваша Елена Вивас. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ